ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Должны проводиться не дольше, идти не дольше, чем 40 минут. Серый день, как и почему среди недели Пенза оказалась в плену Гарри и едкого дыма. Невозможно открыть окно, потому что просто ужасно пахнет костром, причем с раннего утра. Региональный кадровый проект вышел на финишную прямую. Сколько им удалось пройти дальше и что их ждет впереди? Конечно же, много было интересных моментов, связанных с теми вопросами, которые отрабатывали. Уникальные титановые импланты для детей и роботы-ассистенты для хирургов. Последние достижения отечественной медицины на форуме Инномед в Пензе. Помещается сканер, конечность. Все это сканируется и потом уже с помощью принтера печально. Это исправленная культиприемная кильза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Если то, что все занятия будут проходить очно, уже было известно. Вопрос формата проведения торжественной линейки оставался открытым. Изначально планировалось организовать праздник для первоклассчиков и выпускников. Однако в пятницу решение было пересмотрено. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, которая у нас определенным образом стабилизировалась, значит, принято решение проводить 1 сентября, День знаний, в обычном формате. Есть большой запрос родителей на участие. Мы понимаем, что этот запрос надо удовлетворять. И все же проведение торжественных линеек в традиционном формате в нынешних реалиях невозможно без соблюдения строгих противоэпидемических мер. В пятницу на совещании в областном правительстве Олег Мельниченко озвучил список требований для учебных учреждений. Каких-либо ограничений по количеству участников праздника в нем нет. Не допустить распространения инфекции призван ряд других обязательных условий. Все линейки проводятся только на открытом воздухе, на улице. Во-вторых, все присутствующие на линейках должны находиться в масках, использовать санитайзеры при допуске их на территорию, где проводится линейка, проводится замер температуры, соответствующим образом обработка рук. Вот это второе. Третье. Линейки должны проводиться не дольше, идти не дольше, чем 40 минут. И четвертое. На территорию школ, непосредственно в здании учебных заведений, допускаются только дети и учителя. В организации самого учебного процесса нововведений не ожидается. Он будет построен на прошлогодних рекомендациях Роспотребнадзора. Так сохранится утренний фильтр для учеников с измерением температуры и разделения потоков. На сегодня все 625 учреждений образования, юридических лиц готовы к началу нового учебного года, готовы принять детей, молодых людей, студентов и вести образовательный процесс. На обеспечение безопасности, подготовки к новому учебному году, обеспечение учебной литературой, проведение ремонтных работ было направлено практически 1 миллиард рублей из всех источников бюджетов. Еще порядка 17 миллионов рублей только до конца этого года заложено на организацию в школах объединений дополнительного образования. Внеурочной деятельностью планируют охватить максимальное количество детей. В 2022-м сумма вырастет уже до 50 миллионов. Таким образом, уже не муниципалитет изыскивает средства на оплату педагогам дополнительного образования для того, чтобы в школах были кружки и секции, а областной бюджет выделяет средства целевые на решение данной задачи. Кроме того, особое внимание намерены уделять школьным столовым. В течение учебного года планируется ввести единый стандарт питания. Он предполагает унифицированное меню с учетом предпочтений учащихся и медицинских показаний. По-прежнему острым остается вопрос о поборах. Жалобы от родителей продолжают поступать в аккаунты руководителя региона. Если я кого-нибудь поймаю на поборах, просто-напросто буду принимать организационные решения по руководителям этих учреждений. По словам Александра Воронкова, все сообщения о поборах в пензенских школах передаются в Следственный комитет. В каждом случае разбираются отдельно, и пока ни одно заявление не подтвердилось. Чаще всего, отмечает глава областного Минобра, инициативу сбора средств проявляют сами родители, для того, чтобы улучшить условия и создать дополнительные возможности для своих детей. Главное, чтобы такая помощь оказывалась исключительно на добровольной основе и была правильно оформлена юридически. В преддверии начала учебного года традиционно встает вопрос о поборах в школах. Чтобы расставить все точки над «и», Государственная дума в своем инстаграм-аккаунте разместила информацию о том, на что запрещено собирать деньги с родителей. Мы же за разъяснениями отправились к начальнику управления образования Пензы Лилии Чащиной. Спросили и о готовности образовательных учреждений. Лилия Валерьевна, считанные дни остались до начала учебного года. Все ли готово? Все ли готовы? Да. Последние денечки перед началом нового учебного года. Года непростого и нелегкого, потому что начинать всегда трудно. Все образовательные организации города Пензы готовы к приему детей и к началу реализации общеобразовательных программ. Это 116. Среди них и школы, и детские сады, и учреждения дополнительного образования. Везде ли классы заполнены или везде ли уже завершены ремонтные работы? Ремонтные работы завершены почти во всех образовательных организациях. У нас есть несколько школ, которые завершают некоторые мелкие технические работы, но до 1 сентября они закончат однозначно. В этом году в первые классы у нас пойдет 6300 детей, а по городу Пензы порядка 54 тысяч детей приступят к обучению. Лилия Валерьевна, мы сейчас в классе, который достаточно хорошо оборудован. Есть и электронная доска, но не везде есть такое счастье. Вот в прошлом году было такое хорошее поступление техники. Что в этом году планируется сделать? Надо сказать, что мы активно принимаем участие в реализации национального проекта образования. Проект «Цифровая образовательная среда» позволил нам в прошлом году 23 образовательные организации школы обеспечить компьютерным оборудованием. Это ноутбуки, это интерактивные доски, это многофункциональные устройства. В этом году еще 23 школы также оборудованы компьютерной техникой и многофункциональными устройствами. Конечно, интерактивные доски в большом количестве есть в образовательных организациях. Где-то порядка 70% классов обеспечены интерактивными досками, но они не во всех еще у нас есть. Но до конца реализации проекта у нас еще есть время. Каждая образовательная организация будет принимать участие в этом проекте и получит новое компьютерное оборудование. Лилия Валерьевна, но некоторые классы не так оснащены, поэтому родители предлагают инициативу что-то закупить. А вот это допустимо, если все за? Вы знаете как? Обеспечение материально-технической базы образовательной организации не может быть инициировано родителями. Если родитель готов оказать помощь и поддержку классу или школе в индивидуальном порядке, он может это сделать в соответствии с законодательством на добровольной основе с оформлением документов. Но инициировать какие-то общие сборы средств и понуждать своих же родителей своего класса – это, конечно, недопустимо. Мы против таких вещей и не поддерживаем, потому что, прежде всего, это условия, которые должен реализовать муниципалитет. И мы к этому будем стремиться. Мы в этом году вступаем в федеральную программу капитального ремонта образовательных организаций. Готовим сейчас проектно-смертные документации на 12 школ города Пензы. И в последующие 5 лет постараемся в эту программу внести все образовательные организации и сделать максимальные ремонты в школах. Все, что касается оснащения. Ведь для того, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность, образовательная организация предоставляет перечень оборудования, которого достаточно для реализации образовательной программы. Если лицензия у школы есть, значит, этого оборудования достаточно. Нам бы хотелось, чтобы наши родители проявляли инициативу, но не в части приобретения каких-то вещей в школу, а в части организации мероприятий, помощи, организации каких-то кружков. Готовь лыжи летом тоже. По поводу лыж бывают споры, в середине года они возникают. То есть это тоже должна предоставлять школа. У нас во многих образовательных организациях есть определенный набор лыж. Единственное, конечно, не всегда родители устраивают та классификация этих лыж, тот набор, который мы имеем. Не всегда нравятся те там ботинки или цвета в конце концов. Все это, конечно, есть. Но то, что лыжами всегда в российской школе занимались, это правда. Нам всегда зарубежные страны завидовали то, что мы можем предложить своим детям плавание на уроках физкультуры, гимнастику, занятия лыжами, легкой атлетикой. У нас действующие бассейны, все те, которые работали в прошлом году, продолжают работать. В этом году мы отремонтировали бассейн 71-й школы. Он был под капитальным ремонтом. Он вступит в работу у нас в этом учебном году. И, мало того, наши бассейны работают не только на территории той школы, где они находятся, но и привлекаем детей территориально находящимся рядом. Единственное, мы понимаем, что пандемия накладывает определенные отпечатки, особенно на занятия физкультурой в бассейнах, потому что не всегда эти занятия возможны и разрешены Роспотребнадзором. Какое образование без книг? Книги есть, доставлены, все методические материалы готовы? Да. Учебники все уже находятся в библиотеках школ города Пензы. Ежегодно мы пополняем свои фонды. Раз в пять лет учебник теряет свою жизнеспособность, поэтому замена учебников происходит достаточно активно. Сейчас все учебники получены. После основных встреч с детьми все учебники будут розданы ребятам, и каждый из них получит бесплатно эти учебники. Ну и, как я понимаю, с учителем мы встречаемся в очном формате и работаем лицом к лицу, глаза в глаза. Этот учебный год мы начинаем в очном формате. Единственное соблюдение мер санитарной безопасности. А именно, мы, как и в прошлом году, определяем различное время прихода детей в школу, то есть открываем все запасные выходы, все выходы, которые есть в школе для приема детей. Мы закрепляем детей в одном из кабинетов, то есть классная система, которая позволяет не смешиваться детям одного из нескольких потоков. Определяем ступенчатое расписание и ступенчатое посещение столовой. То есть стараемся минимизировать все возможные встречи и смешивания детей на мероприятиях. Массовые мероприятия запрещены в школах сейчас, а урочная система в очном режиме. Ждем начала. Ждем, готовимся и верим, что этот год будет самым ярким, самым эффективным, самым результативным не только для выпускников, но и для тех ребят, которые в этом году впервые сядут за парт. Спасибо большое. Успехов. Ограничения, действующие в Пензенской области в связи с распространением коронавируса, сохранятся до 30 сентября включительно. О том, что режим повышенной готовности в регионе вновь продлен, на этой неделе сообщила пресс-служба областного правительства. Уровень заболеваемости не снижается. Особое беспокойство вызывает увеличение числа беременных и молодых мам, которые после заражения оказываются на больничной койке. Предотвратить опасные последствия могут меры профилактики. Молодые и пожилые люди, дети и будущие мамы. Теперь коронавирус не щадит никого. В отделении Пензенского областного клинического центра спецвидов медпомощи сегодня получают лечение 12 женщин в положении и еще 6, которые родили малышей пациенткам от 20 до 40 лет. Эта категория наиболее уязвимая с точки зрения протеканий процесса, потому что иммунологически они ослаблены. И, конечно, они требуют особого внимания, так как беременные женщины – это не одна жизнь, а две. Когда ковид только начинался, практически все они были легкими. То за последний промежуток времени это женщины, которые имеют средне-тяжелую и тяжелую форму протеканий заболевания, которые, безусловно, практически всегда, или, ну, надо сказать, в 80% случаев, теперь уже осложняются возникновением пневмонии. Врачи продолжают бороться за жизни будущих мам и их малышей. Однако всего этого можно было избежать, если бы сами пациентки и их окружение вовремя сделали прививку от COVID-19. В этом году уже зарегистрировано больше семидесятков случаев заражения беременных. Согласно наблюдениям, коронавирус им несет весомые риски. Могут случиться преждевременные роды и развиваются осложнения. У инфицированных значительно выше вероятность кесарево сечения. Если несколько месяцев назад вакцинация женщинам в положении была противопоказана, то сейчас им предлагают вовремя сделать прививку. Могут прививаться по показаниям. То есть это беременные, которые относятся к группе высокого риска. То есть беременные женщины с сопутствующей патологией. Такое, как ожирение, заболевания эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, заболеваниями легких, почек, печени. Применение вакцины защитит от тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции. На сегодня будущим мамам с 22-й недели беременности вводят лишь спутник ВИ. Лучше прививку и вовсе сделать за несколько месяцев до планирования ребенка, чтобы успел сформироваться иммунитет. 34 800 комплектов отечественные вакцины доставили в наш регион в начале недели. А вот пенсионерам Министерство здравоохранения страны разрешило применять спутник ЛАЙТ. Это облегченный вариант препарата, разработанного в центре имени Гамалеи, Раньше его предлагали только лицам в возрасте от 18 до 60 лет. Процедура стала проще. Эта вакцина очень удобная для использования. В настоящее время эта однокомпонентная вакцина вводится один раз, однократно, дает достаточный иммунитет. Иммунитет начинает формироваться спустя неделю после введения этой одной дозы однократной. Через четыре недели полностью формируется. Пройти ревакцинацию или получить иммунитет к коронавирусу за одну процедуру теперь могут все желающие. Спутник ЛАЙТ распределён между прививочными пунктами, в том числе и теми, которые располагаются в торговых центрах. Причём пациентам не приходится как раньше ждать, пока разморозится ампула. За 10 минут, которые требуются для этого, человек успевает заполнить анкету и пройти медицинский осмотр. Чаще всего новейший препарат выбирают студенты, те, кто запланировал отдых, и люди, которые вакцинировались полгода назад. Сделать укол однокомпонентным препаратом в торговых центрах можно по будням с 3 часов дня до 6 вечера и в выходные с 12 до 18.00. Ещё один прививочный пункт открылся в региональном многофункциональном молодёжном центре. Записи здесь уже составлены на несколько дней вперёд. Я считаю, что очень важно защищать себя, а самое главное своих близких, пожилых, родственников и тем более родных людей. У меня и папа вакцинировался, и знакомые мои, и друзья тоже на работе вакцинировались. Здесь проходит большое количество молодых людей, и мы слышим, их как бы не готовы привиться, но не находят времени. А здесь как бы вакцина идёт навстречу молодежи. Записаться на прививку можно по телефону 35 34 15. Кроме того, заявки от студентов принимают в администрациях пензенских вузов. Работать этот прививочный пункт будет как минимум до середины сентября. В дальнейшем всё будет зависеть от востребованности услуги. А уже в начале сентября в Пензенской области стартует прививочная кампания от гриппа. Вакцинировать начнут в первую очередь школьников и детей, которые посещают детские сады. В регион уже поступила первая партия необходимого для этого препарата. Врачи подчёркивают, что это не альтернатива вакцинации против коронавируса. И если человек планирует делать обе прививки, начать лучше с профилактики COVID-19. И лишь спустя минимум 30 дней можно сделать укол от гриппа. Накануне в Пензе прошёл третий этап 31-й конференции областного отделения «Единой России». На ней присутствовали секретарь регионального отделения партии власти Олег Мельниченко, член президиума Генерального совета, заместитель труда и социальной защиты страны Ольга Баталина, депутаты законодательного собрания Пензенской гордумы, главы администрации городов и районов. Одним из пунктов повестки дня значились кадровые изменения, в частности в составе самого регионального полицсовета и президиума. Так в результате тайного голосования в него вошёл в том числе и генеральный директор Медиахолдинга «Экспресс» Антон Шаронов. Уважаемые делегаты, кто за то, чтобы утвердить протокол счётной комиссии, прошло бы голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно принимаются. Давайте считать избранным составом регионального политического совета наших коллег здесь, сидящих в цифрах, Идуту Сергеевича Рома Анатольевича. В сентябре пенсионеры получат разовую выплату в размере 10 тысяч. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. На поддержку могут рассчитывать те, кто получил данный социальный статус до 31 августа этого года. В Пензенской области таких около 432 тысяч человек. В их число входят и дети, которые получают пособие по потере кормильца. Никуда ходить, подавать заявления пенсионерам не требуется. Доставка единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей будет осуществляться аналогично доставке пенсии. То есть те пенсионеры, которые получают пенсию в кредитных учреждениях, то есть в банках, она им будет зачислена на счета, на те же счета, на которые зачисляется пенсия. Те, кто получает на почте, соответственно, представленным будет доставлено эти 10 тысяч. Лето 2010-го на этой неделе вспомнили пензенцы. В среду утром город погрузился в облако едкого дыма. Смог и резкий запах гаря окутали все районы города. Для выяснения причин сотрудники МЧС привлекли беспилотники. Однако очагов сгорания на территории региона обнаружено не было. Параллельно работники Роспотребнадзора взяли соответствующие пробы воздуха на содержание отравляющих веществ. Исследовали соответствие гигиеническим нормативам на превышение содержания оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, формальдегидов и взвешенных веществ. Первые экспресс-тесты показали отсутствие превышений и отклонения таких либо гигиенических нормативов. Впоследствии выяснилось, что дым притянуло со стороны границы Мордовии и Нижегородской области, где бушуют лесные пожары. На помощь местным спасателям отправлены дополнительные силы из Пензенской области. В регионе приступили к расчистке русел рек. В течение ближайшего года специалисты регионального минвесхоза проведут работы на реке Атмис в границах Каменского района. Также планируется провести в порядок воды Керенки в Вадинске, ручья Королейка в Белинском районе и реки Инра в Чемодановке. Расчистка русел рек предусмотрена для того, чтобы снизить негативное воздействие воды в период половодия на жилые постройки, на объекты, инфраструктуру, чтобы затапливать. Пензенские поисковики, которые вместе с коллегами из Беларуси сейчас несут вахту памяти в Гомельской области, обнаружили останки уроженца села Усть-Узан Шемешейского района. Личность красноармейца удалось восстановить благодаря медальону. Им оказался Ибрагим Хосянович Бекташев, 1913 года рождения. Он воевал в составе 61-й стрелковой дивизии. В августе 1941 года пропал без вести. О том, что он найден, уже сообщили его родственникам. Родная дочь по-прежнему проживает в Шемешейском районе вместе с внуками и правнуками. Сейчас решается вопрос о том, чтобы вернуть прах солдата на малую родину и перезахоронить. На этой неделе Олег Мельниченко отправился с рабочим визитом в Бессоновский район. Посетил образовательные учреждения, ознакомился с деятельностью ведущих предприятий. Результатом поручил пересмотреть подготовку специалистов для промышленной отрасли Пензенской области. В частности, увеличить часы, предусмотренные на прохождение производственной практики. В поездке делегацию сопровождала наша съемочная группа. Подвижные игры на воздухе – обязательная часть воспитательной работы в Бессоновском детском саду. Однако педагоги подбирают занятия максимально безопасные для ребят. Тому есть причины. Покрытие на площадках не соответствует требованиям. О своих проблемах они рассказали руководитель региона Олегу Мельниченко. Нам, Владимир Владимирович, хорошее безопасное покрытие, потому что детей много, 10 групп. Занятия идут у нас вообще по три занятия в день. Да, постоянно. Поэтому мы сначала убираем гравель, потом начинаем занятия. Этот детский сад – один из самых крупных в районе. Основные его корпусы в 2016 году были реконструированы. Открыто четыре дополнительных группы на 100 мест. Пристроены два блока – пищевой и медицинский. Олег Мельниченко поручил просчитать необходимые затраты для обустройства безопасных покрытий на игровых площадках. Причем в кратчайшие сроки, чтобы уже в ближайшее время приступить к работам. То же самое рекомендовано сделать еще одному образовательному учреждению Бессоновки. Вы ускоряете у нас 10-го сессии законодательного собрания, что если вдруг потребуется перераспределение и корректировка бюджета, чтобы мы 10 сентября, соответственно, скорректировали бюджет на возражание. В наступающем учебном году в этом детском саду планируется открыть 10 групп на 260 детей. Также в учреждении будет действовать пять классов начальной школы. Сейчас здесь возводится пристрой на 40 дополнительных мест для ребят ясельного возраста. Ведутся работы по благоустройству территории, готовятся игровые, спортивные площадки и зоны для отдыха. Олег Мельниченко отметил необходимость создания в районе еще одного дошкольного образовательного учреждения. Надо строить еще один детский сад в Бессоновке. Несомненно, в планы это входит. Я думаю, что будем рассматривать это на 2023-2024 год и планировать строительство здесь еще одного детского сада. В свою очередь, новая школа в районе также будет построена в ближайшее время. Ее возводят с селя Чемодановка. На сегодняшний день на объекте подготовлен котлован под основание здания. Забиты пробные сваи. Через 10 дней пройдут контрольные испытания, после чего строители приступят к основным работам. У нас, к сожалению, очень сильно выросли цены на металл, на лес, на строительные материалы. Это привело к удорожанию стоимости строительных работ. Соответственно, муниципальное образование явно уже не вытягивает этот объект с точки зрения возможности обеспечить необходимые темпы строительства. Поэтому принято решение, что этот объект мы забираем на областной уровень. Школа рассчитана на 375 мест. Сдать образовательные учреждения планируется в 2022 году. У каждого муниципального образования есть свои планы по преображению, каковые планы Кузнецка. Об этом мы поговорим с главой администрации города Сергеем Златогорским. Здравствуйте, Сергей Александрович. Добрый день. Сейчас в области идет масштабный проект по благоустройству. Скажите, пожалуйста, что в этом направлении делается в Кузнецке и что планируется сделать? Ну, действительно, за последние годы объем средств и возможностей, соответственно, реализации планов по благоустройству значительно вырос. Это, прежде всего, программа «Комфортная городская среда». Значит, в этом году по этой программе мы, скажем так, преобразовали, привели в порядок три сквера в центральной части города. Вот. И две, значит, придомовых территории, значит, тоже в завершающей стадии все эти работы. Потом, значит, мы работаем по федеральному гранту, который выиграли на конкурсе малых городов проектов благоустройства. Значит, по нему ведутся работы на привокзальной площади и сквере Радищева. Кроме того, значит, по инициативе в Рио губернатора Олега Владимировича Мельниченко городу выделены средства 25 миллионов рублей на, скажем так, строительство, либо замену детских площадок, у нас детские площадки в основном старенькие, советские еще, вот, в дворовых территориях, многоквартирных домов. Сейчас по этой программе, значит, мы ведем сбор заявок жителей, значит, домов и по готовности. Где-то в начале сентября у нас рейтинг будет выстроен, мы приступим к реализации этого проекта. Вы сказали, что временно исполняющие обязанности губернатора Олега Мельниченко выделил порядка 20 миллионов рублей по обращениям граждан. Но у вас уже налажена система взаимодействия с гражданами в форме народной инициативы. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Народная инициатива – это веление времени, я так понимаю, значит, когда расходы бюджета постепенно, в возрастающем объеме должны происходить местного бюджета, значит, именно по пожеланиям и предложениям граждан. Поставлена задача 5% бюджета муниципального должны, значит, идти через инициативное бюджетирование. Это, наверное, пока еще цель, потому что, значит, у нас нет такого объема свободных средств, которые мы могли бы вот так вот. Но, тем не менее, вот по линии комфортной городской среды, по линии программ благоустройства, это элемент вот этого инициативного бюджетирования уже реализуется. Значит, вот, допустим, на следующий год по комфортной городской среде, значит, у нас будет сквер, значит, ремонтироваться около эстетического центра юности, ну, дворец культуры такой. Определилось это в ходе рейтингового голосования. Более того, мы на сайте своем, значит, администрации сделали такую закладку, там называется «Народная инициатива», и у нас уже несколько предложений от граждан, причем, что важно отметить от предпринимателей, которые говорят, я хочу, значит, предложить сделать вот на таком-то месте скверик. Я готов лично поучаствовать там тем-то, тем-то, кто-то, значит, финансово, кто-то готов там, ну, какое-то имущественное участие в этом сделать, кто-то личную работу там приложить. Вот, поэтому тоже такие механизмы мы, не дожидаясь каких-то верховных установок, начали реализовывать. Говоря о предпринимателях, нельзя не сказать о том, что Кузнецкая мебельная столица России, да, естественно, развиваете это направление, как развиваете, и в частности, что касается мебельного кластера, какие шаги предпринимаются? Ну, так сложилось в 90-е годы, что, значит, основной доминирующей отраслью экономики в городе стало мебельное производство. Для того, чтобы создать полноценный кластер, нужно, во-первых, чтобы наши мебельщики были устойчивы в плане доступа к тем материалам, на которых они работают, меньше зависели от рынка, поэтому вот у нас появился поролоновый завод, мы привлекли инвестора, потому что поролон – это серьезная, так сказать, составляющая мебельного производства. Сейчас, значит, я знаю, при поддержке губернских властей в области будет реализовываться проект по заводу ДСП, это такое тоже важное составляющее, вот, поэтому важно втащить в регион и в город производители того, из чего делается мебель, это первый вопрос. Во-вторых, конечно, мы вышли уже на тот уровень, когда в городе надо создавать, ну, некий там промпарк. Отдельная составляющая – это кадры. Значит, в городе мебельщиков должна быть структура подготовки кадров для мебельных предприятий, это сегодня современные предприятия, значит, соответствующим программным продуктам, станки с ЧПУ и так далее, нужны специалисты. Что касается здравоохранения, важный момент. В этом году планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи, на базе Кузнецкой межрайонной больницы уже закуплено первое оборудование, насколько мне известно. Сколько человек этот центр будет, сможет обслуживать и в каких направлениях? Вот немного о его работе. Ну, действительно, у нас, значит, наверное, медики более профессиональные этот вопрос осветят, но вот по той статистике, какая есть, значит, онкология, она где-то на втором-третьем месте по влиянию на смертность, продолжительность жизни, в том числе и у нас, в городе. Вот. У нас есть, как бы, там специализированные, скажем так, специалисты в городе онкологи, но структуры, как бы, у нас не было. И поэтому за всеми маломальски серьезными исследованиями, обследованиями, тем более уж госпитализацией и процедурами, значит, приходилось ездить в Пензу, а то и дальше. Да, в этом году мы, этот центр у нас будет запущен, пока он будет запущен, так, значит, как бы, скажем так, юридически он будет, но на самом деле, чтобы это было одно какое-то конкретное помещение или такого нет, то есть по ряду поликлиник вот эти подразделения будут разбросаны. В планах, значит, есть строительство центральной городской поликлиники, значит, где-то до 25-го года она должна быть построена, где один этаж будет, вот это центр онкологической помощи, куда вот это все оборудование, специалисты, обследования, процедуры будут собраны. Привязано будет к этому центру, значит, все население обслуживаемое в межрайонной больнице, а это город и районы близлежащие. Вот, поэтому думаю, что здесь большая будет помощь людям в плане вот и логистики и в плане получения необходимых вот процедур и помощи. Спасибо, что поделились планами, удачи в реализации. Спасибо вам, тоже успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кадровый проект «Пензенская область. Регион возможностей» выходит на финишную прямую. Конкурс вызвал большой интерес среди жителей, причем не только нашего региона. Свыше 4 тысяч заявок было направлено для участия. 4 тысячи человек – это все-таки серьезная цифра, и пропустить их через эссе, протестировать даже в первичном режиме – это большой объем работы. Это сравним со вступительным экзаменом в большом учебном заведении, если перевести на такой язык. То есть практически это вот вступительная кампания большого университета произошла. А теперь как бы уже на выходе мы будем получать такой более индивидуальный, единичный продукт в виде высококлассных специалистов и профессионалов, которые дальше будут здесь себя реализовывать. Цель проекта – выявить грамотных управленцев, способных найти применение своим знанием и умением в интересах малой родины. Их будут искать среди финалистов, которые успешно преодолели дистанционный этап конкурса, где писали эссе и проходили онлайн-тестирование. И теперь им предстоят испытания в рамках очного тура. В заключительную часть прошли 222 участника. Конечно же, много было интересных моментов, связанных с теми вопросами, которые отрабатывали конкурсанты. И качество этих вопросов говорило о том, что эксперты подготовили очень качественно весь этот процесс и весь этот конкурс. Среди отобравшихся в финал основную часть составляют участники в возрасте до 40 лет. Перед тем, как приступить к заключительным испытаниям, конкурсанты пройдут контрольное тестирование. Процесс сдачи организуют так же, как и на дистанционном этапе, но вот вопросы будут совсем другие. В финале будет тяжело. Там, конечно, будет снот-тест. И этот тест сразу выявит людей, которые на онлайн-тестировании, мягко говоря, может быть, не совсем сами все это делали. Поэтому, если результаты входного теста будут сильно отличаться от теста, который будет уже здесь, в очном режиме произойдет, это уже вопросы, которые придется как-то объяснять. Потому что задание будет другое, но сложность этого задания будет такая же сопоставимая. Уже после контрольного тестирования успешно его прошедших участников разобьют на команды. Причем несколько раз за время финала будет произведена ротация. Конкурсантам в течение двух дней предстоит совместно, а где-то индивидуально, принимать решения по различным управленческим ситуациям. Победителей определят в сентябре, они смогут претендовать на высокие государственные должности. Транспедикулярные системы для лечения позвоночника. Импланты, контактирующие с кровью, с антитромбогенным покрытием из титана. Робот-ассистированные хирургические системы. Концентрация последних научных разработок в области медицины в одном месте. В Пензе на этой неделе состоялся всероссийский форум Инномед. 34 отечественные компании представили последние достижения. Это то, чем одновременно гордится страна и что пытаются заполучить медучреждения других государств. Подтверждение тому цифры. За год только сурские предприятия отгрузили продукцию на 1 миллиард 600 миллионов рублей. Непрофессионалу трудно поверить, но все эти металлические пластины, винты, стержни не для автомобиля или станка, а для человеческого организма. Современные разработки призваны буквально собирать пациентов по деталям. Это не только медицина, но и инженерия высокого класса. Компания из Казани последний год трудилась над имплантатами для детей из титана. Мы производим сами имплантаты для остеосинтеза, это имплантаты для лечения переломов, а также имплантаты для нейрохирургии. Это специальные транспедикулярные системы для лечения деформаций позвоночника. Инномед в седьмой раз объединяет производители медицинских изделий, практикующих хирургов и представителей власти. На этой выставке только новейшие разработки более чем от 30 компаний со всей России. То, что узкоспециализированный форум проходит в Пензе, не случайно. Наша область – лидер по изготовлению сердечных клапанов и шовных материалов. Получать дополнительные меры поддержки региональным фирмам медпрофиля помогло создание промышленного кластера «Биомед». Вот эти материалы, которые разработаны именно здесь, в Пензе. Это уникальные технологии. Собственно, они по многим параметрам сейчас, по безопасности, по отсутствию побочных эффектов, они превышают даже лучшие американские образцы. У вас упаковки на латинице все. Это что значит? А с тем, что мы ориентированы сейчас на Экспорт. Пензенские медицинские новинки в сфере кардиологии и не только оценивают гости из столицы. Заместитель министра промышленности и торговли страны и глава Роспатента. Рядом с изделиями от крупнейших производителей – разработки подрастающего поколения. Свои идеи на иномеде представили воспитанники и педагоги – кванториум НЛ. Среди них применение технологии 3D-сканирования для создания протезов. Там множество патентов получено, которые, скажем так, в контактной мире практически таких нет. На основе него получается ускоренное создание противоприемной гильзы, на которую можно строить, скажем так, протез. Ортопедия и протезирование – это традиционно один из самых объемных блоков на форуме иномед. Но, конечно же, не единственный. Как современные лазерные технологии применить при удалении новообразований или просто татуировок, показывают разработчики из Нижнего Новгорода. В лазерном луче мы будем выжигать область, которая у нас с новообразованием. Есть чем похвалиться и резиденту Ромеева, компании «Химпродукт», переехавшей из Магнитогорска в Пензу. После оформления патента ее специалисты собираются выпускать ортопедическую продукцию, на создание которой обычно уходит до полугода. Теперь производительный цикл может сократиться до 10 часов. «Помещается в сканер, конечность. Все это сканируется мгновенно, передается на данное устройство. И потом уже с помощью принтера печатается легкосплавленная культиприемная кильза для последующей реабилитации в ортопедии». Иномед – это не только презентация готовых разработок, но и обсуждение будущего российской медицины. Проблем, с которыми сталкиваются производители и действующие врачи. Лекции о современных технологиях, экономической политике и возможных изменениях в законодательстве. Тема экспертной сессии на этот раз – стандарты регистрации изделий, ключевые аспекты. «Национальный студкачество» еще один сервис запустил, сервис образовательных программ для тех сотрудников, которые отвечают у вас, у производителей, за разработку досье и подготовку досье к регистрации. У нас разработаны образовательные сервисы, по которым мы готовы обучить ваших специалистов с точки зрения требований к эксплуатационной, технической документации, требований к испытаниям». Один из ключевых вопросов – охрана интеллектуальной собственности. В рамках форума подписано сразу несколько соглашений о сотрудничестве Пензенской области с Роспатентом и Ассоциацией организации оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий. «Миллиард 600 миллионов отгруженной продукции – это большие перспективы с точки зрения выведения своей продукции на рынок зарубежных государств. Ну и, в принципе, мы очень серьезные сегменты занимаем на рынках Российской Федерации». Федеральные эксперты подчеркивают, за последний год объем субсидий для медицинских предприятий в России увеличился в несколько раз. «Субсидии на разработку и в части создания аппаратуры – это 109-я субсидия, там до 70% средств государства субсидируют, 30% предприятия должно вложить собственные средства. Субсидия на разработку электронной компонентной базы и модулей». «Мы приняли решение о создании Поволжского филиала, сейчас формируем его здесь в Пензе для работы со всем регионам, не только даже Поволжскому, но, наверное, с южными субъектами». В этом филиале свою квалификацию смогут повысить специалисты, которые занимаются правами на интеллектуальную собственность, что, в свою очередь, позволит отечественным компаниям ускорить выход на международные рынки и, конечно же, заявлять о своих новых открытиях. Таковы основные события этой недели. Спасибо, что были с нами. На этом я с вами прощаюсь. Ну а далее «Знаки» с Анатолием Володиным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анатолием Володиным.